Всем доброе утро. 12 мая. Идёт снег на улице. Снег, дождь. Нормально. Ну и погода. Короче, как обещали, что будет снег, так оно и есть. Мне так впадло вообще малую везти в садик. Да и, наверное, я не вижу смысла, потому что они будут в группе сидеть. На улице-то точно не пойдут. Одевать зимнюю куртку и зимние боты. А потом, если вечером будет тепло, это будет полный пипец. Короче, я не знаю. Наверное, не пойдём всё-таки без понятия. Не хочется вообще везти. Вот. И я сейчас варю картошку. Вот. У меня варится картошка. И пока она варится, вот эти там минут сорок буквально, я ещё пойду, пока поваляюсь. Вот. И пока это всё сварится, там, короче, выключу. Я не знаю, либо она будет просто целая, либо будет пюрешкой. Вот такие пироги. Мы сейчас собираемся кушать. Это вот малой порции. Она заказала себе две сосиски и картошку. Не знаю, там майонез будет, не будет. Вот. Я тем временем хочу сделать себе кофе. Вот. И пожарить хочу чебуреки. У нас как раз тут вот есть. Мы вчера с мужем жарили. То хочу себе ещё сегодня пожарить. Как раз у меня вот уже сковородочка. Так, меньше огонь надо. Вот. И будем кушать ням-ням. Сейчас ещё чаёк сделаю малой. Вот. И всё. Поэтому всем, кто собирается кушать, приятного аппетита. После того, как покушаем, планирую заняться своей группой. Вот. У меня есть в ВКонтакте своя местная группа, так сказать. Получается, когда ребёнку было в районе, по-моему, восьми месяцев, если я не ошибаюсь. Ну вот, пришла такая идея. Вот. Создать свою группу. Вот. У нас всякие вещи, игрушки и прочее отдавали постоянно бесплатно. И знаете, когда ко мне один раз пришла женщина, вот, я отдавала новые куртки. Она просто пришла, так, ну вот, пакет забрала. И даже спасибо не сказала. Представьте. Просто она забирает этот пакет и просто уходит. Короче, нужно оставаться всегда людьми. Допустим, если куртки стоят, там, 50-60 рублей, и я отдаю, к примеру, там, за ту же шоколадку. Так ещё носом воротит, что ёлки-маталки как-то дорого. Хотя эта куртка просто нулёвая. Ну и вот, в итоге созрела. Вот такая идея в голове. Думаю, раз там отдают даром и запрещают, допустим, отдать за что-то, я создала группу, отдам даром, отдам за вкусняшку Гродно. Да, это кому-то прикольно. Многие там просто с меня ржали. Но я просто шла вот так вот на пролом всех. И, ну, думаю, блин, мой звёздный час. Поэтому, думаю, я буду эту тему развивать. И, получается, 11 июня уже будет в группе 5 лет, как я каждый день ею занимаюсь. Я публикую там, чтобы вы понимали, все объявления проходят модерацию, поэтому лишь бы что... и обо что там не напишешь. Вот. У меня порядок в группе. Всё идеально, всё шикарно. Все люди соблюдают правила. Вот. Оскорбление и прочее запрещено. Вот. Можно отдавать, допустим, в крайнем случае, к примеру, если вы там фрукты и там, не знаю, какие-то крупы, конфеты и прочее там не хотите, с целью исключения можно отдать за стиральный порошок, либо что-то вроде того. Вот. Ну, потому что не всем, к примеру, нужно именно то, за что они хотят отдать. Поэтому, ну, пусть уже будет так. Вот. И немножко правила были изменены. Сейчас у меня в группе 17710 человек. Это на сегодняшний момент, на 12 мая. Вот. Поэтому такие пироги. Как стать популярной в своём городе, как минимум? Вот. Очень мало людей знает. Мои, наверное, только самые близкие люди знают, что я администратор. Вот. Больше вообще... Может, по городу, если знаю, там несколько человек. Там... И то, наверное, я 10 даже не насчитаю. Вот. Ко мне приходят, забирают какие-то вещи. Прихожу я, там, покупаю у людей, что нужно. Ну, как бы обмен вот такой. И даже не подозревают, что вот перед вами стоит администратор данной группы. Вот. Поэтому спустя, наверное, года два я начала размещать там рекламу. Вот. Естественно, там, ну, такие мелкие рекламы, не прям такие крупные. Но кто пока обращается, тот обращается. Вот. Поэтому вот так вот. Так вот и стала я для себя, как бы, популярной в этом плане. Потому что не особо хочется, прям, знаете, распинаться перед кем-то, когда к тебе приходят люди, что-то там покупают. И как-то их смущает, что типа, ой, блин, я там администратор. Зачем? Кому это надо? Ну, создала, ну, молодец. Вот. Вот люди добавляются, и всё прекрасно. Статистика хорошая. Вот. Поэтому вот такие пироги. Свою первую тысячу я там набрала, я не знаю за сколько. У меня, кстати, когда я хотела запустить вот свою группу, я целые сутки её держала в закрытом виде. Меня аж колотило. Думаю, господи, что скажут, что подумают. В итоге эта тема так зашла, что моя тысяча примерно пришла ко мне в районе, ну, наверное, недели полторы где-то. Полторы-две недели. Вообще это всё просто, ну, вот так вот, на щелчок пошло. Потому что тема новая, никому не знакомая. И тема действительно супер, потому что мы даже вон в баню, сколько мебели приволокли. А знаете, там получается максимально разрешённая сумма в группе 5 рублей. И вот представьте себе, диван припереть хороший за 5 рублей. Да блин, это кому скажи, обалдеть просто, что вот такое вот бывает. Вот бывает. Ну, поэтому всё равно, пусть даже, не знаю, самые богатые люди, там, знаете, мне там покрутят у виска, скажут, ну, ты больная, да. Да, но не забывайте, что не все мы богатые. Есть люди с наименьшим доходом. Поэтому, а таких большинство. Поэтому вот, людям тоже хочется жить хорошо. Всем хочется жить хорошо. И пусть сидят на здоровье, я никого не осуждаю, что они там за что-то отдают, либо ещё что. Да, там бывает такое, напишут, допустим, отдам, не знаю, там, за куриную грудку. Ясно, что эту грудку никто не пойдёт покупать. Они там просто денежкой принесут, отдадут 5 рублей. И всё. Но сама суть. Люди у меня, люди со мной. И всё прекрасно. Много раз разыгрывала деньги. Вот, получается, из Гродненской области, там чисто вот Гродно, Гродненская область, вот эти прилегающие, 86% по статистике. Поэтому группа эта наша, получается, местная. Вот. И разыгрывала деньги не раз. Поэтому, ну, правда, со своего кошелька, не откуда-то там. Вот поэтому, вот, как нужно становиться популярной. Придумайте свою идею, такую гениальную прям. И будет вам счастье. Я уже собралась ехать на рынок. Мне нужно купить корм для кролика и зелёный фоамиран. Вот. Потом ещё заеду в магазин и, как приеду, покажу свои покупки. Итак, приехала я уже домой. Ездила и в магазин, и на рынок. Получается, взяла в магазин посмотреть вот эту вот книжку. Может, что-нибудь вычитаю. А то, как правило, залетишь в этот магазин и, ну, некогда рассматривать. Потому что стараешься быстро зайти и выйти. Вот. Значит, трубочки со вкусом карамели. Две пачки. Не помню, почём они были. Рубль 12, по-моему. Вот. Взяла два горшочка для цветов. Вот. По 91 копейке. А то у меня тут такой цветочек. Я его как-то хотела была пересадить. Но нашла только вот такой вот сам горшок. Вот. Нужно ему побольше. Поэтому будет в самый раз. Уже получше, побольше. Вот. Взяла два, чтобы... У нас просто полки там верхние есть. То, наверное, на верхние полки поставлю, чтобы они там ничем не отличались. Вот. Что ещё у нас? Короче, малой творожок. И себе баночку такую же взяла. Ласковое лето. Супер. А Савушкин почему-то один раз попал какой-то такой, знаете, вот если этот зёрнами целыми, ну вот такими прям зёрнышками, то тот попал, что зёрна просто аж, знаете, как сказать, размятые какие-то были и рассыпались. Мало того, что ещё и внутри какие-то суховатые были. Короче, не знаю. Видимо, просто неправильно магазин как-то хранил. Но вот это вот всегда беру и всегда всё нормально. Так. Типа беточков взяла. Вот. Уже готовы. Как у нас тут? Ну, не написано даже. Короче, беточки какие-то там. Шесть чем-то за килограмм. Вот. Йогурт Денису взяла. Рубль тридцать семь. Что у нас тут ещё? Так. Тут ещё 500 чеков. А. И взяла ещё самое важное. Грибочки. Шампиньоны. Хочу сделать такую же картошку. Выбрала максимально такие, знаете, целые прям грибочки, чтобы именно слоями выложить, чтобы классно так было, вкусненько. Вот. Этот чек, я так понимаю, с первого этажа. Да. Два семьдесят три грибы. Дальше тут уже не расписано. Получается, 4,58 это котлеты. Восемьдесят одна копейка. Это у нас творожок. Рубль тридцать семь. Йогурт. И двадцать одна копейка. Это пакет она мне считала. Да. Короче, это у нас один чек. И второй, вот, со второго этажа как раз. Девяносто семь, простите, не девяносто одна. Девяносто семь копеек. Вот. И трубочки рубль шестнадцать. Странно там, по-моему. Ну, видно, я не туда пострела, потому что я думала рубль двенадцать. Ну, ничего тут страшного такого. Вот, короче, такие у нас чеки. Получается, на четырнадцать рублей с чем-то там взяла. Также на три, почти на четыре рубля я купила корма кролику. Вот. Беру развесной постоянно. Он очень клёвый. Здесь всё-всё-всё есть, что нужно. Такс. И заезжала ещё в магазин. Сейчас я раскрою пакетики, вернусь. Раскрыла. Заезжала в магазин с швейной всякой фурнитурой. И, впрочем, взяла вот такую вот репсовую ленту. Здесь два метра. Так вот, для сочетания, допустим, какую-то бесцветную и цветную. Вообще, слушайте, классная такая, яркая. Вот реально, как вот на фото, ну, на видео, то есть выглядит так она и в реальности. Вот. Взяла двадцать вот таких вот. Ой, господи, как их. Короче, зажимы называют. Вот, двадцать зажимчиков под заколочки. И фоамиран. Пятьдесят на пятьдесят. Зелёного цвета. Мне нужно делать листочки под мои цветы. Вот такой вот лист огромный прям. Короче, за него рубль шестьдесят я отдала. И самый прикол, что зашла в соседний магазин. Им только привезли. Вот была новая поставка. То, если у этих, к примеру, рубль шестьдесят, то у тех четыре пятьдесят с чем-то, она сказала. Ну, короче, четыре рубля. Прикиньте. Это не могут привезти. Так остатки все вот эти и навьё, которые приезжают, продают вообще капец задорого. Вот. Эти, как я уже сказала, по тридцать копеек. Так, получается, где-то восемь с чем-то рублей я отдала вот в швейной ещё, в придачу. Ну, вот и выходит, что у нас получается. Восемь. Восемь, десять, четыре. Грубо говоря, двадцать два, двадцать три рубля. Если прям так. Ну, ещё с кормом, короче, почти тридцать рублей у меня вышло. Вот такие вот у меня на сегодня покупочки. Всё, буду сейчас это всё разбирать. И буду чистить, наверное, картошку. Ну, чтобы вечером её уже не чистить, а чисто всё это загрузить в духовку и забыть. Вот. Потому что очень захотелось прям, знаете, картошечки вот этой, как я вот делала несколько дней назад. Вот, с грибочками. Поэтому вот так. Единственное, что сыр не покупала, потому что, честно, особо как-то разницы не почувствовали. Потому что сыр не тот какой-то был. Но я люблю, когда сыр хорошо зажаривается. Но я в этот раз просто сверху майонезом смажу, и будет тоже вкусно. Поэтому вот такие вот покупки на сегодня. Собрались чаёвничать, да? Я буду кофе пить. Она сидит, свой творог кушает. Я скажу, я хочу на улицу, а там трава мокрая и банчики. Ну, так а что мне выгнать? Перемыла я посуду. Вот. Скрутила мусор, вынесла. И здесь уже убрала немного. Да? Осталось в комнате ещё там пропылесосить перья. Но сейчас я сначала кофе себе залью. А потом пойду уже там убирать и птиц кормить. Что убирать? Что убирать? Мои глазки, мои глазки. Красотка. Муж целый вечер убил на то, чтобы сделать вот этот вот стеллажик. Потому что тут куча вот всего такого. И я хочу всё это сюда поставить, чтобы оно более организовано было. Ну, прикуплено. Я сейчас допью свой кофе и пойду уже ложиться спать. Кушать я буду готовить утром. Поэтому на этом день мой закончен. Спасибо за просмотр этого видео. Всем спокойной ночи и пока-пока.